Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Это 30-й урок. Мы продолжаем с вами настраивать шаблон. Следующий у нас на очереди это вот такие вот боксы. У этого бокса есть переключатель в виде вот таких вот точек. Здесь мы можем отображать статьи, страницы, ссылки, все что угодно. Дело в том, что это тот же самый слайдер, что и вот этот. Мы использовали, только у него другие настройки. Давайте убедимся в этом. На демо сайте на быстром старте мы, как обычно, с вами вписываем, подписываем к адресной строке вопрос tp равно 1. Просматриваем модульные позиции. И смотрим, что контент топ, позиция модуля, как и в предыдущем варианте, когда мы настраивали колорбокс, та же позиция у нас идет. Давайте перейдем в админку быстрого старта и зайдем в расширение менеджер модулей. Отсортируем контент топ. У вас будет тут два похожих виджета, точнее они одинаковые. Вот в конце в самом. Если мы посмотрим на тип, то видите название DJ Image Slide, DJ Image Slide. То есть это тот же модуль, который мы с вами разбирали. Так что в этом уроке нам не будет тяжело его настроить, так как мы уже с вами с ним знакомы. Поэтому мы сейчас переходим в рабочий наш сайт, заходим в админку, заходим в расширение, менеджер модулей, и чтобы создать тот же DJ Image Slide, мы заходим в создать, и вот он на самом верху, DJ Image Slide, кликаем. То есть мы можем использовать данный слайд неограниченное количество раз на нашем сайте, да, и причем назначать ему разные страницы, чтобы он был, например, не на всех страницах, или наоборот, если хотим, на всех. Давайте как-нибудь его назовем. Позицию выставим контент топ. В админке быстрого старта зайдем внутрь настроек данного модуля. В дополнительных параметрах сразу возьмем суффикс CSS класса. Здесь он вот такой, title.ms. Чтобы мы не забыли, перехожу в админку рабочего сайта. В дополнительных параметрах прописываю данный класс. И сейчас для быстрого редактирования я отредактирую все параметры, выставлю как в быстром старте, чтобы получить то же самое, что и в быстром старте у нас здесь, да. Так, и я выставляю настройки. Вы повторяйте за мной. Так, прокручиваю ниже. В этой секции все параметры в положении да. Redmore текст. Здесь мы пока ничего тоже не пишем. Обратите внимание, вот эти все боксы небольшого размера. в демо данных, видите, у них ширина и высота 255. Поэтому мы также здесь выставляем 255. Здесь 4. 30. 20. Оставляем. 30. 20. Дальше. Так, здесь положение выставляем нет, нет, нет. А вот здесь, да. Так, на этой вкладке мы закончили. Дальше. Привязка пункта меню только на указанных. Нам нужно только на главный. Поэтому мы выставляем только на главный. Переходим вот на эту вкладку. Прокручиваем ниже. Вот эти параметры выставляем все на ноль. И здесь все. Нажимаем сохранить. Так как категория у нас выбрана та же самая, здесь вы уже смотрите. Вот, видите, категория. Мы с вами создали 2-3 категории. Вы здесь уже смотрите, какой контент отображать. Для этого мы не забываем зайти в компоненты DJ Image Slide и создать новый слайд. У нас всего три. Чтобы четыре у нас выводилось, давайте еще один создадим. Назовем как-нибудь категорию. В принципе, оставим ту же фотографию. Вставляем какой-то произвольный текст, описание. И, кстати, вот здесь вот справа можно вывести этот слайд сразу на статью. Для этого кликаем вот здесь Link Type. Выбираем последний пункт. И вот здесь вот выбираем ту статью, на которую вы хотите, чтобы вот этот слайд вел. Сохранить, закрыть. Обновляем главную страницу нашего сайта. И если у вас выглядит вот так, обратите внимание, что в быстром старте дизайн немножко другой. Здесь по стрелочке подробнее у нас синий такой квадратик. И заголовок тоже в синем прямоугольнике. Мы видим, здесь у нас ничего нет. Это все потому, что я забыл на вкладке модуль в настройках нашего модуля. Вот здесь, где тем, выбрать то есть без темы. Не default, без темы. Давайте сохраним. И обновимся. Видим, что появились стрелочки, появились заголовки. И такой здесь нюанс. У нас, например, много описания, да, текста. Видите, он как вылазит. И у нас все смотрится некрасиво, заголовки уплывают вверх. В этом модуле можно выставить лимит description. То есть, лимит описания. Это находится также на вкладке модуль. Крутим ниже. И вот тут вот есть такой description limit. Поставим, например, 60. Сохраняем. И обновляемся. И вот уже смотрится более-менее. Уже смотрится ничего. Похоже, как здесь, да. Та же точки у нас тоже есть. Только у нас всего четыре статьи. Поэтому мы не можем вот так прокрутить к следующим слайдам, да. У нас просто мало создано слайдов. Всего четыре. Вы помните, сейчас слайд, который мы создали, мы направили его прямиком на статью. Не на пункт меню, не на внешнюю ссылку, а на статью. Кликаем по стрелочке и мы попадаем прямо внутрь статьи, которую мы указали. Опять же, вот этот модуль не подойдет, например, чтобы он автоматически выводил последние новости на сайт. Таких модулей очень много. В данном случае здесь другой пример идет. Здесь нужно нам вручную создавать слайды, да. В каких-то случаях это может пригодиться. И такой нюанс, что здесь под каждый слайд нужно подбирать размер. Видите, вот здесь вот между заголовком и описанием есть такой некий зазор. Вот здесь его видите, нет. если мы сейчас, например, убавим описание, то есть зайдем в настройки модуля и сделаем лимит отображаемого описания не 60, а 50 и сохранимся, обновим страницу, то мы видите, что получаем. Заголовок, вот этот синий прямоугольник, он прилипает к серому прямоугольнику, но теперь изображение у нас идет некий пробел. Поэтому нам здесь нужно сразу определиться, сколько мы хотим выводить текста и сюда уже знать размер картинки. Например, вы можете взять размер картинки вот отсюда с демо данных. Конечно, вы уже догадались, размер картинки должен быть 255 на 255 пикселей. Так же, как и мы здесь задали в настройках размер отображаемого в боксе. Вот такие вот нюансы, вот такой вот модуль. Решайте сами, использовать его или нет. Вот смотрите, я подобрал картинку, 255 на 255 сделал и теперь смотрите, как смотрится симпатично и ровненько все, да? Текст никуда не уплывает, заголовок никуда не улезает и картиночка у нас выглядит ровненько. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов, но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода, гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мной лично, напрямую, у разработчиков. Я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона, так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова